Выберем для примера какие-нибудь часы со скидкой, ну вот, например, 40% и посмотрим. Так. И только так можно продавца действительно взять за задницу. Видите этот график? Ну какая здесь скидка? Обманщик! Всем привет, с вами Букреев. И знаете, о чем я подумал? Давно я не снимал каких-нибудь интересностей про Алиэкспресс, каких-нибудь обучающих уроков. И что я заметил сегодня? Инструмент, которым я раньше давно когда-то пользовался, но как-то потом забил, он сегодня обновился. И, ребята, меня это действительно поразило. И такой годноты я давно не видел. Это очень классный инструмент для Алиэкспресс. И я вам хочу показать сегодня, как он работает. И в процессе видео вы поймете, почему я вот сейчас в начале его так нахваливаю. Так что давайте, поехали. И я вам покажу сегодня реальную годноту для Алиэкспресс. Чтобы можно было действительно комфортно что-либо покупать и так далее. Поехали. Ну что, вот мы на нашем любимом Алиэкспресс, на котором мы заказываем тонны заказов ежедневно. Ладно, давайте по теме. Я вам сейчас покажу, как эта штуковина работает. И покажу то, что меня прям, ну вообще, прям порадовало от души. Вот эта, кстати, кнопочка, она просто на Али. Да, то есть она нам практически не несет никакого функционала. Нас интересует вот этот шпион, который разведывает для нас данные. Это, грубо говоря, расширение для браузера, если так вот попроще вам сказать. Которое позволяет нам, грубо говоря, проследить за продавцом, проследить за ценой, проверить продавца, посмотреть какой-то... Ну, короче, что я буду говорить. Давайте на примере, допустим, ну какие-то, какие-нибудь часы. И здесь выберем, ну по заказам, да, чтобы посмотреть какие-нибудь топовые по заказам часы, которые чаще всего заказываются. И, допустим, ну вот даже они здесь со скидкой. Мы сейчас на них зайдем. Я вам покажу, как это работает, чтобы вы могли понять. Ну что, слева мы видим уже, кстати, информацию по поводу продавца. Видим какой-то процент, я вам сейчас расскажу о нем. То, что доллар пошел вниз и 15 вот таких вот штучек, дореугольничков. Давайте по порядку. Начну с самого интересного, как мне показалось в этой фиговине. Это вот эта вот кнопочка. Мы нажимаем на нее и мы видим динамику цены, ребята. Мы видим, обманывает нас продавец или нет. Какая цена была недавно у этого товара. Это просто офигенно. На всех распродажах и везде мы сможем это дело промониторить. И, как бы, скидка, наверное, у продавца висит постоянная 9.30. Но можно было эти часы когда-то и купить за 8. Больше вам скажу того, что можно теперь следить за этим товаром. Нажмем сейчас здесь на шпиона. И, кстати, вот в настройках я вам сейчас покажу, что можно настроить уведомления при снижении цены. То есть, если цена будет понижаться, вам будет приходить уведомление на почту или пуш, как вы выберете. Прикол в том, что мне сказали, что в этом инструменте будет такая фишка, что вы сможете настроить интервал цены. То есть, когда именно вы захотите, чтобы цена понизилась до 8, то именно тогда вам придет уведомление. Это просто будет кошерно. То есть, вы даже посмотрели, проанализировали цену у продавца, какая она была до этого. И вы такие говорите, ну, чувак, у тебя было 8, он так не хочет снижать вам цену. Вы добавили, следите, вам пришло уведомление, вы купили. Офигенно. Мне кажется, что это сверхудобно. Идем к вот этому проценту. Смотрите, это просто уровень доверия, который строится на отзывах, на описаниях. И, в общем-то, как быстро продавец отправляет товар. Ну, в общем, грубо говоря, строится на отзывах и дает вам четкую картинку по продавцу. Для тех, кто, наверное, раньше пользовался такими подобными штуками, я вам сейчас покажу, как это смотрелось раньше. Вот в настройках я изменил и показал тот блок. Мне, например, вообще неудобно, когда он находится здесь, он мне мешает. А так удобней. То есть, мы просто лазим и сразу видим процент, уже, грубо говоря, рейтинг продавца. Окей, вы выбрали, но в чем-то сомневаетесь. Не знаю, почему я на примере этих часов могу вот на примере этого телефона показать. Кстати, вот, давайте здесь просмотрим динамику цен. Да? То есть, было видно, что когда-то он стоил 98. Смотрится по минимальной цене, минимальной комплектации. Эй, чувак, ну, ты, значит, можешь его продать дешевле, если ты захочешь. Но вот эта кнопка, про которую я вам не рассказал. Смотрите, ребята, это видеообзоры. И кто, 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 кто здесь? Спустим, этих часов мы также сможем посмотреть популярные. Здесь уже не мои видео, а другие какие-то видео. Кстати, так забавно попал на этот телефон. Прикольно. А здесь мы сможем посмотреть другие видеообзоры. Или самые последние, или самые популярные. Вы сможете тоже предложить свой обзор, чтобы он участвовал вот в этом рейтинге. И, грубо говоря, тоже, если снимать какие-то видео, получить какой-то пиар. Я пробовал разные такие инструменты, потому что очень часто покупаю на Али. Но это самое годное, что я нашел. Это можно разоблачать вообще непонятных каких-нибудь продавцов. Теперь на любой распродаже просто не получится нас прокинуть. В принципе, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось. Так что жду вас в комментариях. До новых встреч.